Амоксицелин и клавулановая кислота – вещества популярного антибиотика, которые отпускают по рецепту врача. Но сейчас в аптеках найти его сложно. Фармацевты Барнаула объясняют это сезонным подъемом заболеваемости и покупкой многими горожанами препарата про запас. Между тем, Минпромторг на днях заявил, лекарство с импортными компонентами могло уйти с рынка из-за сокращения поставок в Россию. Фармацевты предлагают российские аналоги, но не во всех отечественных препаратах есть нужное действующее вещество. Амоксицелинов нету. Некоторое время их перестали присылать. Могу предложить только амоксицелин, то есть без клавлановой кислоты. А чем нет амоксицелинов? А то он вообще раздохнулся. Я думаю, что с логистикой вопросы, потому что их сейчас не присылают, а все остатки раскупили. А вот то, что с логистикой, это не из-за санкций могут? Возможно. Но с кем-то еще препаратами есть сейчас проблемы? Ну так точно не вспомню. Синозаноксам, например, были вопросы, да, его точно не было. Элепсин исчезал тоже, он вот сейчас постепенно появляется, где-то полгода, наверное, не было. А это что за препараты? Противопилепсия препаратов. Но не знаете, вот в какие сроки сейчас будут решать проблему с логистикой? Я не знаю. Мы обошли несколько аптек и во всех подтвердили, что сейчас есть проблемы с наличием целого ряда препаратов, не только антибиотиков. Дефицит ощутили и горожане. Иногда придешь с назначением врача, половины оттаблеток нет. Противовирусные тоже. Когда мне нужно, я обзваниваю много аптек. Также жители края замечают нехватку жизненно важных препаратов и лекарств узкого спектра действия. Они тоже периодически исчезают с полок аптек. Пульмикурт, его сейчас нет нужной дозировки нигде практически. А он для чего? Ну, для асматиков. Для асматиков. Это зарубежный препарат? Да. Тяжело сейчас достать его? Ну, кое-где есть, в государственных каких-то аптеках, а в частных практически нет. А дебя тоже просрочки были большие. Пришлось покупать на свои деньги, да. Наладили сейчас? Ну, сейчас, в конце года, дали все. Удивительно. А то приходишь, нету, нету, нету. Как бы мазепин – это противоэпилепистическое средство, но я не себе брал. Его не было, да? Нет. Вообще нигде? Нет. Федеральный Росздравнадзор подчеркивает, что в данный момент принимаются действия для улучшения ситуации. Дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств аптечной организации. В региональном подразделении надзорного ведомства по телефону нам пояснили, что за обеспеченность препаратами несет ответственность Крейвоминздрав. В последнем подчеркнули, что их компетенция – исключительно медикаменты для льготников и пациентов-стационаров. Хватает ли лекарств для этих категорий в нашем регионе? Официальный запрос об этом мы направили в ведомство. Что касается дистрибьюторов частных аптечных сетей, они обещали дать пояснение на следующей неделе. Пока же с их слов известно, что, возможно, скоро мы столкнемся с дефицитом жаропонижающих свечей субупрофеном. Сейчас эта проблема остро стоит в Москве. Мы будем следить за развитием ситуации. Ну а барнаульцам, видимо, стоит лучше укреплять свой иммунитет, чтобы не обивать пороги аптек. Я хожу на лужню здоровья, поэтому как-то в аптеке очень редко хожу. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.